Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах и жизни. Сегодня у нас новогодний выпуск. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И в этом нам помогут мои гости Кристина Гришаева, стилист и Юлия Алеева, астролог. Юля, первый вопрос у меня будет сразу к вам. Расскажите, год кого? 2022 год у нас будет год голубого водяного тигра. И я хочу сразу сказать, что этот год будет кардинально отличаться от 2021 года, потому что у нас приходят совершенно другие энергии. Если я говорил про год быка, что бык у нас более такой осторожный, немножечко пассивный такой, правильный очень, то тигр это кардинально другое. Это год динамики, это год импульса, это год каких-то неожиданных событий, резких поворотов. И, конечно, это год перемен. Нам всем можно ожидать перемен в различных областях жизни. Я бы, конечно, советовала людям заранее планировать какую-то конкретную сферу выделить. Если они хотят где-то производить перемены, напишите себе план и будьте последовательными. Потому что тигр у нас достаточно животное импульсивное, да, он любит делать так, как он хочет. Это кошка, которая гуляет сама по себе. И год будет достаточно в этом плане непредсказуемый. 2022 год это год инноваций, это год каких-то реформ, год перемен. И нам всем захочется вот из рутины выбраться. К ограничениям уже мы не очень будем хорошо относиться. Захочется вот, знаете, так встряхнуться, встрепенуться и что-то такое новое сделать. Да, да. Потому что я говорила, год быка это такая клетка металлическая. И мы все живем по правилам, да. Металл это ограничение. В этом году металл уходит, приходит стремительная вода. Это напор, это горная река, которая все сметает на своем пути. И, конечно, людям захочется больше общаться, больше перемещаться, больше двигаться, да, путешествовать. Поэтому год для путешествий будет очень хорошим. И для путешествий, и для переездов, и для эмиграции мы можем наблюдать, что люди будут массово переезжать, да, прям пачками, можно сказать, будут переезжать, эмигрировать. Поэтому вот если вы в год быка сидели, думали, там, сомневались, нужны мне перемены, не нужны мне перемены, боюсь я что-то начать, нужно ли мне что-то делать, вот год тигра, он будет совсем другой, да. Он вам даст необходимую энергию, решительность и напор для того, чтобы что-то сделать в своей жизни такое новое. Изменить. Да. Энергия воды — это еще энергия общения, да. Люди больше будут объединяться в различные группы. То есть у нас потянет какие-то неформальные общества, в какие-то независимые такие группы, да, то есть может быть по интересам, больше будет тусовок таких каких-то тематических. И в целом мы можем от себя даже, да, и от окружающих ждать каких-то нестандартных поступков. То есть чем хорош год, тем, что ты не знаешь, что тебя ждет за поворотом. Он очень интересный. Для людей, которые, может быть, заскучали, да, год может принести какую-то новизну, ловую волну. И надо сказать, что год все-таки несет риск аварий. Тигр — животное аварийное. Вот сейчас у нас наступит зима, будет январь, февраль, да, мы все пойдем кататься. Ну, кто-то точно пойдет кататься на лыжах, может быть, на коньках, да. Будьте аккуратнее, потому что в феврале у нас может быть большое количество аварий. В том числе, если вы отправляетесь в длительное путешествие на транспорте, будьте аккуратны в гололед. Также аварийный месяц у нас это будет месяц май. И самый такой непредсказуемый, самый такой неожиданный, неординарный месяц — это август в этом году. Давайте о нем поподробнее, про опасности как раз расскажете. А сейчас Кристина нам расскажет про то, какие цвета будут модны в следующем году. Добрый день. Ну, как Юля уже сказала, покровитель этого года — это черный, он же голубой, водяной тигр. Поэтому цвета в моде соответствующие. Это черный, это голубой, насыщенный синий, это песочный, коричневый, золотой, серебряный. И яркие оттенки. С осенью еще перешли. Это вот я проиллюстрировала как раз для вас примером из масс-маркета. Это вот такой насыщенный зеленый цвет, лепрекон он называется. Затем на мне вы можете видеть этот цвет фуксия, очень модный в этом сезоне. Я буду еще показывать, спросил это, рассказывать. И все цвета мы с вами рассмотрим чуть позже. Кристина, вы скажите, как же нам встретить Новый год и что должно быть на столе новогодним? Юля. Юля. Смотрите, тигр – животное, хищник. Поэтому, конечно, он любит мясо. Главное блюдо можно на стол поставить – это шашлык. Конечно, предпочтение лучше отдавать говядине. Но вы можете и курицу положить на стол, и свинину, и индейку запечь. Самое главное, чтобы это были какие-то такие отдельные куски. То есть тигр любит, когда лежит перед ним такой кусок основательный. Плюс нужен овощной гарнир. То есть какая-то обязательно желто-оранжевая гамма. То есть куда-нибудь можно морковь добавить, какие-нибудь тыквенные закуски. Это могут быть салатики с сочетанием мяса и овощей. Допустим, там фасоль, морковь, там курица какая-нибудь. Ну что ли, по комбинируйте. Ну что ли, в оливье, да, то есть обязательно морковь добавляйте. И обязательно мясные нарезки. Чего тигр не любит, так это рыба. Да. Ну, рыбу нежелательно. Вы можете, конечно, так чуть-чуть поставить на стол. Но вот делать упор на морепродукты и на рыбу я бы не советовала. Что касается напитков, тоже выбирайте что-то натуральное. Может быть, это лимонад какой-то домашний, цитрусовые соки, которые вы сами приготовили. Может быть, там грушевый, яблочный сок. Тоже желто-оранжевая гамма. Из-за алкоголя можно отдать предпочтение марочным винам. Крепкий алкоголь я бы не рекомендовала, такой вот сильно крепкий. Ну, шампанское, вот что-то такое. Вино можно попробовать. Коктейльчики можно сделать своими руками, там, с ягодами, там, с какими-нибудь... Ну, что-то нестандартное. Вообще, я бы советовала что-то оригинальное поставить на стол, да. Год перемен, обновлений, приготовьте то, что вы никогда не готовили. Ну, что-то такое. А сервировки это касается? Сервировки тоже касается, да. То есть можно что-то как-то сделать необычно очень, да. Как какую-то новую лепту внести в этом году. И тигр будет доволен. Так, а по поводу фруктов что-то экзотическое? Ананасы, бананы? Можно экзотическое что-то, но в основном это, опять же, у нас желто-оранжевая гамма, да. Это цитрусовые, апельсины, мандарины, да. Вот все в этом ключе. Можно яблоки, можно, конечно, экзотические фрукты. Если вы хотите фруктами привнести какую-то новизну, то можно что-то такое необычное и поставить на стол. Спасибо. Кристина, в какой одежде все-таки нам встречать Новый год? Сейчас все расскажу и покажу, как обычно я подготовилась и все проиллюстрировала для вас. Ну, как девочки любят, в первую очередь, конечно же, это платье. Платье в этом сезоне какие-то интересные обязательно должны быть. Конечно, это может быть и маленькое черное платье, но в этом случае оно должно быть с изюминкой. Либо с открытой спиной, либо с какими-то разрезами в неожиданных местах, например, на бедах. Так, а вот мое платье подойдет? У меня разрез, если что, прямо с одной стороны здесь вот высокий, да, а здесь длинный. Велевой стиль очень актуален и в этом году то же самое. Давайте начнем с этого платья. Здесь мы видим мини-платье, много оборок, драпировок и насыщенный цвет зеленый лепрекон, как я уже говорила. Вот такие вот пышные платья зефирки, платья пироженки, очень актуальны в этом сезоне. Следующее. Пайетки. Конечно, какой Новый год без пайеток? В прошлом году у нас тоже пайетки были, да? Пайетки с нами каждый год и никуда они от нас не уйдут. Мы даже носим пайетки в повседневной жизни. Например, мы можем какую-то юбку миди, прямого силуэта, миксовать с какими-то объемными свитерами, джемперами крупной вязки и носить в повседневной жизни. Здесь мы видим золотое платье в пайетках. Красиво. Заметьте, такого силуэта структурированного. Сейчас тоже очень актуальна структурность и графичность в образах. Следующее давайте рассмотрим. Вот такое вот у меня платье есть, асимметричное. С открытым плечом. Я боюсь, что у меня сейчас все упадет. Вот такое асимметричное платье. Рукава фонарики у нас тоже в моде продолжаются. Да, это один из трендов этого сезона. Рукав буф. Чем от фонарик отличается больше? Ну, фонарик он очень, как сказать-то, деликатный. Да, деликатный, аккуратненький, а буф он вот такой объемный. Еще называют тюльпанчиком такие, рукава, бутончиком. Здесь платье мидия и с разрезом оно, с высоким, так как вот у алы как раз. Черный цвет как раз тоже можно встречать, да? Не мрачно будет за тигр. Черный цвет, ну вот я сказала, что тигр, он называется голубым водным, да, и черным. То есть это второе название, поэтому черного цвета очень много. Можно не бояться. Можете использовать, да. У каждой девушки есть черные платья, можно обыграть аксессуарами, потом вы нам тоже расскажете про них, да? Да, аксессуаров я тоже много принесла с собой, расскажу обязательно. Про оборки, трапировки я сказала, про разрезы мы тоже уже заикнулись. То есть это могут быть разрезы в каких-то неожиданных местах, например. Бывают какие-то топы с горловиной, то есть с разрезом на горловине, на плече, на бедрах. Это может быть пиджак классический. И на уровне талии два разреза по бокам такие. И, кстати, я проиллюстрировала, тоже принесла юбку с собой, можем посмотреть. Именно с разрезами на бедрах. И разрезы декорированы стразами. Вот так вот видно. Вот они вырезы, да. Да, вот они вырезы. Очень красиво смотрятся эти места, как раз бедра, да? Да, очень женственно, сексуально. Мы компенсируем длиной. А вниз туда, получается, чулочки просто надеваем, да? Чтобы здесь у нас было голое тело, вот в этих дырочках. Ну, желательно без колготочек вообще эту юбку. Да, просто туфельки, лодочки черные, например, либо босоножки какие-то открытые на тонких ремешках. Вот эта юбка и, например, вот такой вот топ. Вот такой вот топ бюстье. Задрапированные тоже обидно, видите? Да, надо было. Очень объемные, красивые. Даже такие небольшие детали, но они тоже у нас объемные идут, да? Да, объемные. И вот, несмотря на то, что он черного цвета, за счет вот этого декора он смотрится очень интересно. Особенно в сочетании вот с такой вот юбкой. Я думаю, что вы будете звездой вечеринки. Так. Паральчерное платье сказала. Еще также очень красивый, беспрощенный вариант на новогоднюю вечеринку надеть платье-пиджак, как, например, сейчас на мне. Здесь у меня драпировка на талии. Как мы уже обсудили, драпировки, оборки, они очень актуальны в этом сезоне. То есть, вроде бы просто, лаконично, но с изюминкой. И за счет, конечно, такого яркого, красивого цвета выигрывает образ. Следующий, про юбки мы поговорили. Это может быть какая-то вот интересная юбка с вырезами, а может быть какая-то асимметричная юбка. То есть, где-то покороче, где-то со вставкой, каким-то клинышком, по длине, что-то интересное. Комбинезоны также могут быть. Какие-то свободные, например, с брюками палаца, либо с брюками расклешенными, с разрезами спереди, струящиеся, атласные, сатиновые комбинезоны. Могут быть комбинезоны в пайетках полностью. Тоже интересно будет смотреться. Могут быть на запах, на поясе, на завязках, асимметричные какие-то, как мы уже рассматривали на примере платья. Это может быть открытое плечо, например, да, и можно спокойный рукавчик выбрать. Можно какой-то рукав-буф, фонарик. Тоже будет здорово. Топы. Ну, классический вариант это топы в вельевом стиле. Мы их можем сочетать и с брюками палаца, и с какой-то юбкой миди. И добавив украшения акцентные, вот я как раз проиллюстрировала, можем, например, вот такие вот серьги, люстры добавить к атласному топу. Вот так вот, стразики здесь у нас. И он заиграет, приобретет праздничное настроение. А можно выбрать топ как ключевой элемент образа, то есть уже украшенный, декорированный пайетками, бисером. И он будет сам по себе служить изюминкой образом. Основные все? Назвали? Ну, давайте про блузки рубашки еще скажу. Давайте. И все, да, блузки рубашки. Рубашка может быть, например, из пайеток полностью, да, свободная, с брюками палаца. Либо какие-то блузки задрапированные, вот такие, как я топ вам показывала. Вроде бы и практично, и удобно, если, например, домашняя какая-то вечеринка, но вместе с тем праздничной и нарядной. Спасибо. Юлия, вы про опасность уже начали нам говорить, опасаться февраль, а май, а что там про август поподробнее? Август месяц у нас будет месяцем резких, неожиданных перемен. И можно ожидать перемен по финансам в следующем году тоже. Так как год немного непредсказуемый, будьте готовы к тому, что могут быть ситуации, которые нас убивают из колеи. Я бы советовала, во-первых, писать план. Я бы рекомендовала продумывать все свои финансовые вложения, потому что может получиться так, что вы сидели-сидели, что-то вам стрельнуло в голову, вы пошли и решили, а не вложить ли мне деньги все в какое-то одно направление? Или а не пойти ли мне уволиться? А не пойти ли какие-то перемены? То есть у нас будут в голову приходить очень неожиданные идеи. Нужно немножко себя сдерживать, то есть нужно золотую середину находить всегда в этих вопросах. То есть все не ставим на одну цель. Но для кого-то будут люди, для которых может по финансам очень хорошо выстрелить следующий год. То есть на них, наоборот, свалится неожиданное какое-то богатство. Это может быть наследство, это может быть выигрыш, это могут быть какие-то стартапы очень интересные. Я бы рекомендовала людям, кто занят в профессиях, связанных с речью, с продвижением информационных продуктов, то есть продвигать свои услуги. И неожиданная удача будет ждать людей творческих профессий. Те люди, которые создают что-то руками, свой продукт, может быть вы рисуете, может быть вы сочиняете музыку, может быть вы пишете стихи, или вы что-то создаете красивое руками. Может быть это связано с деревом, так как тигр у нас все-таки энергия дерева несет. Это креативная, творческая энергия. Очень креативная одежда, и очень креативные мы все в следующем году должны быть. Но по финансам, да, я советовала бы быть аккуратнее. Особенно не вкладывайте деньги под залог недвижимости, потому что крупные кредиты можете просто не отдать потом. Вот опасность финансовая есть. Юля, а что у нас на личном фронте? На личном фронте, но тигр у нас животное любвеобильное, но он не особо романтичный такой, да. Он любит завоевывать. Вижу цель, не вижу препятствий. И здесь знаете какие отношения? То есть быстро интерес появляется и быстро угасает. То есть если бык у нас был такой нацеленный, он все продумывал, там подойти, не подойти, сначала там познакомились, потом медленное развитие, то тигр будет не такой. Взрыв эмоций. Это вы имеете в виду, если повстречаешь мужчину в этом году, именно в год тигра. А если мужчина уже с прошлого года, с года к быту, как он будет вести себя, если мужчина с прошлого года, это значит, что в ваших отношениях потребуется какое-то обновление. Внесите что-то нестандартное, да, попробуйте то, что вы никогда не пробовали, да, что-то какое-то новое, совместные путешествия, да, совместные какие-то там яркие события, эксперименты, может быть, в вашей паре. Потому что людям, семейным, и людям, которые особенно долго в отношениях, их может потянуть налево. Может быть, в таком желании, да, что-то там вдруг, да, надоело вот эта рутина, да, хочу вырваться, хочу чего-то, каких-то перемен, легкости. Да, вышел из клетки на волю, да? Да, вышел из клетки на волю, и я вообще не хочу задуматься о последствиях. Тигр, он не любит, когда его ограничивают, он ход хочет и делает. Так, это мы про мужчину, на что мы все про мужчину, про нас, про девушку. Про женщину тоже самое, да, то есть он, тигр, на нас тоже так может повлиять, что мы вот вроде были верны и верны, а тут в другую год тигра выбираемся из клетки и довольны, да? Да, да, понимаете, мы живем в такой период, когда у нас сейчас два года была пандемия, и мы сидим, многие сидят дома, мало общения, нехватка каких-то впечатлений новых, да, все закрывается, какие-то ограничения. И это год 22-й будет таким годом, когда мы скажем, все, я больше не могу, я хочу каких-то перемен, и пойдем, начнем. Все сяшки, я хочу другого тигра. Да, я хочу другого тигра, да. Поэтому, что бы я советовала? Благоразумие, да, у нас уходит металл, уходит дисциплина, нас ничего извне, ну, мало что может нас определять, потому что мы уже не... Только ум и разум, правильно? Да, да, благоразумие, поэтому смотрите, чтобы все было вот как-то не спонтанно, не импульсивно, задумывайтесь о последствиях своих поступков. По здоровью, Юлия, что у нас? По здоровью, так как у нас уходит металл, это значит риск легочных заболеваний, у нас отходит на второй план в 22-м году, но у нас выходят другие органы, да, то есть уязвима будет мочеполовая система, поджелудочная железа, то есть следить нужно за питанием и зрением. Если у вас в этом году начало падать зрение, к концу года у многих может быть такая тенденция, то год тигра может принести стремительное падение зрения вообще. Будьте внимательны вот в этой области. И в этот год многие заговорят о воде, о чистой питьевой воде, как она важна, да, что важно очищать организм. Фитнес-индустрия у нас, пожалуйста, зеленый свет, она будет процветать, потому что дерево – это фитнес, это развитие мышц, да, то есть накачивание, это прокачивание всего, да, вот в теле. И можно сказать, что люди вспомнят про спорт, они пойдут в фитнес-центр, да, и начнут более активно заниматься, более активно бегать, вспомнят о правильном питании, о том, что все-таки это важно, да, то есть профилактика, поднятие иммунитета и вот такие вот все способы. А что у нас в плане работы, зарплаты, карьеры? Ну, карьерный рост можно ожидать быстрый в 22-м году, потому что тигр, он любит даже не на ступень подняться выше, а на три ступени перескочить. Поэтому, если вы чувствуете, что вы живете в хорошем периоде, да, у вас вот есть и начальник как-то к вам расположен, да, и все возможности есть, просите сразу вот высоких целей таких. Вот хочу быть царицей морской, да, владычицей, и все тут. И это может выстрелить действительно. Вот. Только единственное, что, конечно, продумывайте это все, чтобы не было так вот, хочу и все, дайте мне, а то я уволюсь, да, без шантажа. Да, тигр, он достаточно еще у нас такой рисковатый, немножечко агрессивный, то есть вы можете требовать что-то от окружающих, да, вот прям вам надо и все, сегодня и сейчас. Будьте немного лояльными, тактичными, деликатными, да, то есть, ну, витиватыми, потому что тигр, он не умеет юлить, он не умеет как-то вот обыгрывать ситуацию, он слишком прямолинейный, поэтому нужно учиться вокруг да около, как-то вот так вот, обходными путями идти к своей цели, но ставить одну цель. Я вообще советую на этот год поставить какую-то одну конкретную цель, одну, да, не надо много, и бить в нее вот весь год, да, целенаправленно двигаться, и тогда все получится, да. Спасибо. Кристина, расскажите, что у нас еще модное, про аксессуары, может быть, какая фурнитура? Да, давайте расскажу про силуэты, какие модные, я уже начала немножко говорить об этом, структурированность и графичность, да, мы рассмотрели на примере золотого платья в пайетках, затем асимметрия, это вот как раз на платье с буфом видно, да, асимметрию, долго искать. Потом какие-то могут быть прямого кроя, прям такие свободные платья, могут быть мидь длинный, мини, прямые, комфортные, свободные, в пайетку, блестящие, яркие, за счет вот своей фактуры они могут выигрывать. Женственные притальные силуэты, например, какие-то вырезы сердечка, вот эти вот фонарики, женственность, разрезы высокие, вырезы, как я уже говорила, белевой стиль, вот как на Али, вместе с нами, не первый год, и я так думаю, что это переходит уже в базу, поэтому будет с нами всегда. Затем какие-то прозрачные слои, второй слой, например, мы можем надеть платье-комбинацию, и в тон подобрать какой-то верхний слой прозрачный, полупрозрачный, сеточка, органза это может быть, какая-то блузка из органзы, может быть, с бантом, тоже очень красиво. И валаны сборки, это по силуэтам. Давайте перейдем к аксессуарной группе, сейчас в моде нулевые, не только в одежде, но и в украшениях. Я вот принесла показать вам сумочку, посмотрите, какой у нее декоративный ремешок, украшен бахромой из страз. То же самое касается сережек, это могут быть серьги-люстры, как я вам уже показала, это могут быть моно-серьги, это тренд этого сезона. Серги-люстры это вот это? Да, это серьги-люстры, давайте еще раз, да? Моно-серьги. А, это брошь у нас, да? Нет, это тоже серьга, это серьга? Да, как раз это каф. Да-да-да. Серга-каф, она фиксируется здесь, вот на хрящике, на другой ух вы можете надеть какой-то пусетик, какой-то лаконичное что-то, можете ничего не надевать, то есть одну сережку только использовать. Вот это тоже очень интересное, это дизайнерское украшение у нас в Ульяновске. Это просто на ухо надевается? Да, это просто не надевается. Это для тех, у кого не проколуты уши, да? Да-да-да-да, можно надеть на ухо. Также актуальны заколочки. Представляете, я забыла надеть серьги на эфир. Да, ничего страшного, вполне достаточно. Не видно за волосови, да? Тут и колье, и браслет, даже хорошо. Даже хорошо, да? Да. Все получится. Значит, так надо было. Затем, это могут быть какие-то заколочки, невидимочки, тоже с нитками, с бахромой, из страз или из бисера. И чокеры. Вернулись к нам чокеры, вот я тоже проиллюстрирую, взяла свой чокер. Они не обязательно должны быть из страз, любые, да? Ну, на Новый год, да, из страз. И какие-то геометричные, массивные кольца сейчас к нам вернулись. Вот этому кольцу 20 с лишним лет уже. Вот сейчас я могу достать спокойной душой из своей шкатулки и снова надевать носить. Ничего себе! Какая прелесть! Даже сюда подходят, да? А вот такое мое колечко актуальное еще, да, да, да. А браслетики вот эти вот все большие актуальные? Да, да, да. Крупные, акцентные, массивные. Я в тренде, да? Да, вы в тренде. Ну, я у вас не сомневалась. Так, ну... Туфельки у вас тут красивые тоже. Туфельки. Могут быть прожакцентные. В прошлом году они тоже у нас были такие же, да? За прошлым мы с нами встречались, они тоже были. Но это вот классика на Новый год. Можно надеть просто черное платье, то самое маленькое, о котором мы говорили, с открытой спиной. Серебристые туфельки, например, чокер. И все, праздничный образ новогодний готов. Готов, да. Ну, какие-то вот такие металлизированные небольшие плачки. Они тоже актуальны и в этом году, и в прошлом были, и в следующем, я думаю, что тоже будут. Это поджемчук получается, нет? Ну, такой бисер. Это может быть что-то с люрексом. Это может быть что-то металлизированное, может быть с бисером. И барочный жемчуг еще очень актуален в этом году, и в том числе и на новогодние праздники. Он речной, такой асимметричный, шероховатый какой-то, не идеальный, вот именно такой. И украшения обильно украшены этим жемчугом. То есть не как раньше мы привыкли, какой-то там бусетик, да? А вот если уж сережка, то она вся из жемчужин разного размера, несовершенных форм. Либо какие-то заколки, как я уже сказала, тоже могут быть из жемчуга. Колье какое-то жемчужное. И чем больше, тем лучше. Спасибо большое. Юля, есть ли какие-то у вас новогодние секреты, или ваши какие-то фишки, которыми вы можете поделиться, и наши зрители воспользуются? Ну, в первую очередь, хочу сказать про год тигра, да? Так как год тигра, что-то новое используйте в наряде. Вообще, когда есть такое поверье, когда мы вступаем в Новый год, да, в чем-то новом, в обновках, то весь год мы будем ходить в обновках. То есть пробуйте что-то новое, нестандартное. Девочки, которые сейчас не могут себе позволить купить себе новый платье или костюм, если они наденут какие-нибудь новые аксессуары или что-то помельче, это уже сработает. Да, это уже сработает, да. Что-то сделайте, что-то на Новый год, какой-то поступок, например, спойте песню, то, что вы никогда не делали. Спойте песню, станцуйте, не знаю, там, прочтите стихи, что-то творческое, креативное создайте. Танец на столе. Танец на столе. Да, можно танец на столе. То есть, и я советую еще обращать внимание на то, что нас окружает. Вот есть такой ритуал, можно на елку повесить несколько купюр денежных для того, чтобы привлечь деньги в Новый год. Потому что, что нас окружает, на что мы смотрим, то у нас будет в Новом году. У меня был такой год, мы встречали в студенчестве у подружки, подружка поругалась со своим парнем. И так получилось, она как-то так вот переживала, переживала, и перед Новым годом взяла, повесила фотографию на елочку, их совместную. Да, и встречала, то есть, под бой курантов. Она смотрела и говорила, ну, пусть мне Дед Мороз не подарок принесет, да, а принесет мне вот перемирие с молодым человеком и замужество. И, представляете, она вышла замуж в следующем году, да. Девочки, вот это вам лайфхак рабочий, проверенный годами. Сейчас они так же все живут, здравствуют. Насколько я знаю, что, ну, сейчас мы не особо сильно общаемся, но, по-моему, да, не долго. Интересно узнать, что произошло с этим браком через годы. Да, но я думаю, что, знаете, здесь играет роль не только какая-то такая бытовая магия, но и силы мысли. Когда мы чего-то очень хотим, и много людей вокруг, у нас хотят тоже, чтобы желания сбывались. Главное, чтобы чистые намерения тоже были, да, в этом желании. Да, да. То есть, когда мы вкладываем в эмоции такой сильный очень посыл, а не очень сильный у нас, то всегда все сбывается. Поэтому вот имейте в виду, что нужно очень сильно чего-то захотеть, и это должна быть одна цель в этом году. Кстати, Кристина, а вот новогоднюю елку-то нам как наряжать? Мы себя все наряжаем, наряжаем. А на елке у нас что, какие-то цвета должны? В том году, по-моему, красного цвета нужно было избегать. Вы можете придерживаться серебристой и золотистой гаммы, беспроигрышный вариант будет. А у вас какие-то есть советы по этому поводу? Вообще, я бы советовала тоже что-то нестандартное, какие-то необычные игрушки, может быть, да. По гамме это могут быть желтые игрушки, оранжевые игрушки, ну и что-то, сделанное своими руками. Можно очень творчески подойти вообще в этом году. То есть никаких, по идее, ограничений нет? Нет такого, что вот это точно на елку нельзя, как в прошлом году, избегать красного цвета? Нет, такого нет. То есть получается тоже свобода действия? Свобода действия, да. Ой, супер. Что-нибудь пожелайте нашим зрителям коротко на прощание? Девочки, я всегда желаю... И мальчики тоже, мальчики тоже нас слушают, наверное. Девочки и мальчики, наслаждайтесь каждым днём своей жизни. Жизнь одна, любуйтесь своим отражением в зеркале, балуйте себя, как маленьких мальчиков и девочек. Покупайте себе мороженку, покупайте себе платье, покупайте себе новые ботинки, когда этого хочется, и наслаждайтесь жизнью. Юля? Я всем желаю в новом году внутренней гармонии и позитивного настроя. Вот как вы себя настраиваете, так оно и будет происходить. Побольше уделяйте место положительным впечатлениям. И я также желаю всем достичь поставленных целей. Будьте уверенными в себе, и у вас всё получится. Спасибо. Я желаю нашим зрителям счастья, здоровья, успехов и процветания в этом и уже в следующем году. Ну а мы, конечно же, увидимся с вами в следующих эфирах в следующем году. Пока-пока и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok